Ждет их за то, что они здесь делают. Что Господь уготовил, баню какую. В Геоне Огненной гореть будут эти блудники, прелюбодеи, матершинники. Они не знают, что Христос умер за грехи людей. Что воскрес для оправдания их. К покаянию не идут. Раздеты, блудят, открыто. Да, да. Ну, вообще, никому не хочется с тобой познакомиться. На кого тут знакомиться-то? Грязь одна. Разврат. Содом и Гаморра. Тут знакомиться только с одним, чтобы могли выслушать, что их ждет за это. Понял, понял. А ты дома сейчас? Ну, это вопросы-то какие-то. Какая разница, где я? Да. Мы посланы для больных людей, как врачи. Это книга. Я говорю, что это книга. За это я спрашиваю. Мы должны один вопрос задавать. Как мы можем быть полезны друг другу? Чтобы в ад не попасть. Ну... У вас есть такая книга? Ну, под боком нету. Точно могу вам сказать. Если этой книги нет, значит, вы и не знаете содержание ее. Что Бог приготовил людям за то, что делают здесь? Ну, если вы хотите точно узнать. Абсолютно. До одного дня. Слово Божие говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Я понимаю, о чем вы говорите, но я хотел бы сказать о том, что... Мне кажется, каждый человек воспринимает это по-своему. Мы возвещаем волю Божию предупредить. Господь говорит, иди обличи. Из Ихилия 3,18. Будут они слушать. Будут слушать или не будут. А ты говори. Ибо в судный день я спрошу с них. Это Содом. Содом и Гаморра. Можно два вопроса? По делу. По делу. Ну, вы же как бы с целью, да, сидите? Так, что конкретно хотите задать? Задайте вопрос, выразите. Вы с целью сидите сейчас. Здесь и сейчас. На данный момент. Мы, православные христиане, проповедники, пришли сюда предупредить людей, что Иисус умер за грехи людей. И воскрес. Можно? Нет. Я конкретно к вам обращаюсь. Вы сейчас, на данный момент, сидите здесь. Для чего? Для того. Повторяю еще раз. Нет, нет, нет. Только от себя. Я повторяю еще раз. Господь сказал нам, иди и обличи. Будут слушать или не будут. Если ты им говорил, они не приняли кровь их на голове их. А ты спас свою душу. Это самое развратное место во всем интернете. Так а почему вы здесь находите? Господь послал сюда сказать этим змеям, что ждет их. Порождение Ехиднины. Я с вами соревнованен. Правда. Без шуток, правда. Как же так? Вы правда? А Евангелие вы не имеете в руках. А Златоуз говорит, не имея закон Божий, ты его не знаешь. А не знает, ты нарушаешь. А нарушает, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Можно секунду вас перебить? Да не надо перебивать. Я еще предложение не окончил, а вы уже встреваете. То, что вы хотите сказать, это ребенку известно. Лишь бы разрешено было безобразничать. По поводу ребенку известно. Можно я скажу? Ну вот, хорошо. Что вы хотите сейчас доказать мне? Я хочу сказать то, что мы родились и временные. И мы умрем. И поэтому думать надо, что будет после смерти. Какой след оставим? Где мы будем? В раю или в аду? В огне или в царстве небесном? Вот для чего я пришел сюда. Я понимаю. А почему у вас на фоне вас, извините меня, пожалуйста, три кровати детских? Это не детские, это взрослые. Мы живем бедно, но имеем много друзей. Приезжают люди, чтобы было где отдохнуть. А вы сейчас здесь для чего сидите? Я ответил. Вы не успеваете обдумать и говорите что-то. Вы успеваете хотя немножко подумать. Хотя бы 15 секунд. Я сказал, мы бедные, мало пространства, но много друзей. Люди приезжают, чтобы было где отдохнуть. Это кровати. Я понимаю вас. Я вас понимаю. Но вы мне можете ответить, для чего вы сейчас здесь сидите? Я вот три раза вам ответил. Вы что, глухие как аспиды? Чтобы обличить людей, рассказать, что Иисус Христос, спаситель мира, второе лицо Троицы, сошел на землю, рожденный от Девы Марии. И он говорит, я беру грехи мира на себя и отвечаю. И поэтому к нему приходящий может получить прощение сегодня же и начать жить по-новому, для Бога, свято и чисто. Это хорошие слова. Ну, никто же не спорит. Ну, по сути. Так, вы когда в церкви были последний раз? Четыре года назад. Ну, вот сами решите. А вы за меня не можете решить? Я зачем буду решать? У вас своя воля. Вы можете не ходить совсем. Господь говорит так. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. Иго моё благо, бремя моё лёгко, и найдёте покой душам вашим. Значит, человек волен. Принять или не принять? Придите, иначе бы он не звал. Подождите. Можно я с вами поговорю нормальным языком? Я считаю, евангельский язык – это самый нормальный небесный язык. Если я матов не говорю, то уже ненормально. Так я с вами матов не разговариваю? Хорошо. Я отвечаю Евангелие, вы его не знаете. Бог будет судить по Евангелию. Евангелие Отеяна 12, 48 написано. Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Поэтому мы должны говорить языком Евангелия – божественная мудрость, чем самобытная глупость. Так подождите. Давайте мы не будем о самобытной глупости вот это говорить. Мы сейчас реально по глупости говорим. Но вот как вы вот сказали, и я вам сейчас так же говорю. Давайте мы поговорим с вами нормально. Как вас зовут? Вам это не надо совершенно, понимаете? Вы уходите от главного. Сегодня вы умрёте. Сегодня вы умрёте. Вы можете предположить, можете что-то? На самом деле, сейчас вы уходите. Сегодня вы умрёте. Что вы будете делать? Скажите. Подождите, стойте. Вы сейчас уходите сами от разговора. Знаете почему? Знаете, если умрём сегодня мы, где мы будем? Вот один вопрос. Почему? Подождите. Хорошо. Мы сегодня, допустим, умрём. Да. Почему вы не можете мне представиться? Вам ничего не даст. Вы будете опять вокруг ходить и спрашивать. Я отвечаю вам. Алтайский край, город Барнаул. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Это ни с места не сдвинет. Я могу паспорт показать. Нет, 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 нет. Для пустословов нет никаких доказательств. Они привыкли жить во грехе. Вот в чем дело-то. Подождите, можно я буду представляться, как... Ну, я вам ответил. Дальше-то не двигается с места-то. Вы не отвечаете. Тихонович, Тихонович. Извините, пожалуйста, по батюшке называю. Уже как негреховное дело. Можно я как бы обращаться... Скажите, вы хотите душу спасти? Вот о чем. Зачем пустословить-то? Скажите, вы не знаете... Стойте, стойте. Вы понимаете, что вы сейчас сами пустословите? Скажите, кем для вас является Христос? Один вопрос. Для меня Христос. Для вас кем является Иисус Христос? Для меня Иисус Христос – это мой самый первый человек на земле. Я его воспринимаю как моего идола. Но... Идола. Это вообще безумие какое-то. А почему? Да потому. И Христос – идол. Ну, любой послушает, скажет, какого-то придурка. Нашел, время тратите. Вас осудят за это любой. Иисус Христос, которому верят сегодня, верят сегодня. 2 миллиарда 200 миллионов – идол. Вообще. Это запредельное безумие. Подождите. А почему вы цепляетесь за... Так, все, ладно. Вам ничего не нужно. Вы просто время тянете как резину. Всего хорошего. Да, пожалуйста, покажите. Без проблем. Так, вот и все. Что Библия говорит нам? А что сильно интересует? Так, нас интересует одно. Можем ли мы оказать пользу друг другу талантами, которыми нас Бог надарил? Чти своего отца, чти свою мать. Самое главное, я не ругаюсь матом. Я чту свои корни. Раз уж на это пошел разговор, если вы именно об этом имеете в виду. Я имею в виду то, что мы сегодня, если умрем, где будут наши души там, в потустороннем мире? Вот об этом надо думать. Я бы не смог бы сказать, что я человек и попаду. Я в рай, скорее всего, я попаду в ад. Но я искупаю свои грехи тем, что я исправляю других людей. Чтобы они не совершали моих ошибок и не наступали на грабли. Вы знаете, что в Евангелии, одна книга есть такая в Библии, есть послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Написано, возмездие за грех смерть. А дар Божий, жизнь вечного Христа Иисуса, смерть. Кого ты можешь искупить или что-то выправить? Исправляет Христос, дает новое рождение. Поверьте, меня Иисус не простит. Вы сейчас пока не пробируете этим? Нет. Вы четко скажите, вы хотите принять Спасителя Христа, который умер за наши грехи? Это вечный дар любви. Отвергать Христа можно только человек, который совершенно потерял рассудок от блуда. Он не мог умереть за мои грехи. Вот давно ты воевал, если Библию держишь, а не веришь. Я и не заставляю вас верить. Но дело в том, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания, если мы каемся перед Ним. Иисуса распяли жиды, такие же, какой Он и был сам. Правильно. Да, они распяли. И они за это ответят. Его распяли жиды. Но вы заметите следующее. На земле, кроме людей, есть дьявол. Мы молимся, избавь нас от лукавого. Так вот, евреи придумали. Сейчас вы снимите на мордик сначала, чтобы разговаривать могли нормально. Вы сегодня услышите то, что никогда не слышали. Снимите. Для меня это будет грех. Я перед вас. Не выдумайте грех. Это от алиментов прячутся люди. Преступники. У меня грех. Мне 81 год. Я вашего брата гляжу, затылок ваш вижу. Что ты крутишься? Ну, нехорошо это. Вы так не будете разговаривать нигде, ни в одной организации. А здесь позволяете, потому что рулетка – это гнойное место, зараза. Извините. Да что извинять-то? Я люблю и не оскорбляю вас. Ну, уберите маску. Маску уберите. Мы поговорим. Я вам расскажу многое. У меня написана целая книга, 750 страниц, про сравнение с Библией. А то у нас один и тот же Бог. А противоречие – 5216. А что сзади вас человек в маске ходит? Нигде в Библии нет, что в маске ходил. Сзади вас человек в маске ходит? Да не в маске ходит. Он под полом работает. В пыли. Он привез утеплитель, туда сравнивает. Там под полом проползает, роет траншею и ставит. Потому что большой мороз у нас. А вы откуда? Не откуда, с кухни. Вы из какого города? Да не из какого, а в каком. Вы в каком городе? Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович, 81-й год. Это ничего вам не дает? Барнаул я знаю город. Вы снимите маску. И мы поговорим с вами. Я вам дам такие ресурсы наши, которых в интернете нет. Какие вы мне дадите ресурсы? Хорошо. Наши ресурсы, хотя бы Ютуб. На котором у меня 17 600 роликов. Наших. А сколько человек вас смотрит? Просмотров 43 миллиона. 43 миллиона? Да. Хорошо, к вам следующий вопрос. Вот вы веруете в Бога, верно? Снимите маску. Я не буду маске отвечать. Зачем я буду отвечать? Люди открытые приходят. Я скажу, что маски, которые грабители, убийцы, которые безобразие творят. Ну? Ну что, ну? Это и так понятно. Вы не переживайте. Вас я не смогу через телефон убить. Не надо. Я перед вами в рост могу встать, показать. На мне пояс есть. Весь я перед вами. Чего вы от меня? Мы не на равных беседуем. То вы на улице так не будете ни с кем беседовать. Даже в автобусе не поедете. А тут можно. Сейчас холодно. Я спокойно приду в своем шарфике. Да, холодно. Половина мужиков голая здесь. Одному жарко, другому холодно. Блуд сожрал мозги. Злобоние женское. Мне нельзя снять маску. Я сейчас говорю, причины не надо искать. Вы слишком молоды, чтобы ущить меня. Я, сынок, на вашего брата нагляделся. Я не могу снять маску. Я же говорю. Она скатывается у вас. Вы ее подправляете. Не могу снять. Не могу снять. Вам ничего не надо. Вам нужно сейчас одно, чтобы вы здесь блудничаете, и чтобы никто не знал. Завтра весь мир будет знать вас. Уберите. Поговорим. Я не могу снять маску. Ну, тогда до свидания. Всего вам доброго. Хорошего всего. Слава Иисусу Христа. Я спрашиваю, вы сегодня трезвый? Нет. Нет? Ну, ладно тогда. Как, скажи, зарядил кто под гребенку. Все до одного. Как ваши дела? А дела-то до меня никому и нету. Это трата времени. Вы должны спросить, чем мы можем полезны быть друг за друга.